Соревнования на свежем воздухе, палаточный лагерь на берегу Москвы-реки и песни у костра. В селе Знаменское прошел открытый спортивный фестиваль дружбы. У нас многоборье получается. Это футбол, волейбол, полоса препятствий. На одном из этапов полосы препятствий. Один из этапов это переправа через речку. Для безопасности участников были приглашены спасатели, которые организовываются. Это водолазы, пожарный надзор, чтобы была безопасность участников, чтобы они себя чувствовали спокойно, чтобы люди могли спокойно заниматься именно соревнованиями. Чтобы организовать такой спортивный праздник, потребовалось три недели. Подготовка днями и ночами, но главное результат. Все для того, чтобы люди могли спокойно здесь отдыхать, признаются организаторы. Конечно, не обошлось и без помощи волонтеров. Мы не могли остаться в стороне и решили поддержать, занимаясь всей подготовкой. Днями, ночами мои девочки и красили, и закупками занимались. С одной стороны, было непросто, но мы сейчас смотрим на этот праздник и находим свое удовлетворение. Мы провели несколько недель в подготовке, и все было не зря. Шесть команд из разных округов приняли участие в соревнованиях. Трехдневная программа по-настоящему сплотила участников фестиваля. Во-первых, этот фестиваль, все организаторы друг, ну, между другом дружат вместе. Ну, как бы, и вдобавок, вчера был праздник, День дружбы, и, как бы, тематику к этому тоже подвели. Здесь, конечно, большую роль играют организаторы, ребята, которые неравнодушные за здоровый образ жизни именно. И это очень даже приветствуется. И вот таких ребятишек, они же это видят, вот, их надо к этому привлекать. И чтобы вот эта работа, она была системная, системная работа с молодежью. Более ста человек получили летний заряд положительных эмоций. Ну, а команды победителей наградили дипломами и кубками. Мы это провели впервые соревнования. Надеемся, этот турнир такой будет спортивный, ежегодным. И чтобы, действительно, команды могли заявляться все больше и больше, всех желающих приглашаем принять участие в таких спортивных соревнованиях. Призовые места достались гостям из Нарафаминского, Русского и Можайского округов. Но победила, несомненно, дружба. Фестиваль станет доброй традицией, уверены организаторы. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.